С заботой о природе сотрудники предприятия «Газпромдобыча Краснодар» провели в Славянском районе зеленый велопробег, посвященный Году экологии в России. В путешествие по Приазовскому госзаказнику вместе с работниками предприятия отправились и наши корреспонденты. Подробности в следующем материале выпуска. В современном мире все больше людей пересаживаются с машин на велосипеды. Этот вид транспорта не только экономичнее и быстрее, если говорить о пробках в больших городах, но и не наносит вред окружающей среде. Сотрудники предприятия «Газпромдобыча Краснодар» решили на собственном примере продемонстрировать преимущество этого средства передвижения. В Черноярковском сельском поселении, где расположены производственные объекты предприятия, они провели зеленый велопробег, посвященный Году экологии. Основная цель мероприятия – это пропаганда велосипеда как экологически чистого транспорта, пропаганда здорового образа жизни, занятия физкультурой и как можно большее массовое приобщение людей к использованию велосипеда в наше время. Стоит отметить, что предприятие «Газпромдобыча Краснодар» – это надежный социальный партнер администрации района. Вопросам охраны окружающей среды в этой организации уделяется особое внимание. И эта экологическая акция не единственная, проведенная в нашем муниципальном образовании. Сегодняшняя акция – это не первая акция, которая проводится, в частности, и в Славянском районе. Мы недавно проводили экологический урок для детей, где было больше 170 учеников только привлечено. Им рассказали о птицах, флоре и фауне заказника при Азовского. В велопробеге приняли участие около 60 человек. Это сотрудники предприятия и жители Черноярковского сельского поселения. Старт был дан на одном из производственных объектов «Газпромдобыча Краснодар». Участники акции преодолели в общей сложности около 17 километров, сделав по пути следования три символичных остановки, во время которых их познакомили с историей и спецификой добычи газа в этом районе, а также флорой и фауной территории. Завершился велопробег на побережье Азовского моря. Уставшие, но довольные спортсмены делились впечатлениями. Как и после любых спортивных мероприятий, настроение самое положительное, потому что это всегда очень полезно испытывать свои возможности. То есть, испытав свои возможности в таких, можно сказать, спортивных мероприятиях, туристических мероприятиях, легче испытывать свои возможности потом в своей обычной жизни, на работе. То есть, это те шаги, которые нужно делать в своём развитии, в своей жизни. И тогда, как будто бы какие-то новые границы перед тобой открываются. На финише участников велопробега черноярковцы встретили по-кубански радушно и хлебосольно. Спортсменов угостили обедом на берегу моря. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».